Экономика. Бизнес. Финансы. Программа Экономика. В прошлом году стоимость продукции, поставляемой в другие страны из нашего региона, выросла почти в полтора раза, преимущественно за счет оборонки. Программа Экономика. Власти не поддержали снижение льготных ставок для малого бизнеса. В ОСС был внесен проект закона, снижающего ставки по ОСН для тех, кто пользовался ЕНВД до его отмены. На 2021 год они были на уровне 1%, если объектом налогообложения являются доходы, и 5% для объекта доходы минус расходы. Но продление такой меры еще на год лишит бюджет 440 миллионов рублей, подсчитали в Кировском управлении налоговой службы. Поэтому правительство автором инициативы, а это депутаты УЗС от разных партий, отказало в поддержке законопроекта, пишет портал БНКиров.ру. А теперь информация от наших партнеров. Новый год – хороший повод навести порядок в своих финансах, провести автоматизацию управленческого учета и начать контролировать и прогнозировать цифры. Если этим никогда не занимались, то подступиться трудно, даже элементарно выбрать, в какой программе вам удобно смотреть данные. А если сдавать аутсорсинговую компанию, то возникают вопросы, сколько времени нужно на автоматизацию учета профессионалам, и как при этом охраняется коммерческая тайна. Их мы задали руководителю компании «Бухгалтеры Я» Татьяне Максимчук. Три месяца занимает постановка учета, анализ, автоматизация рутинных процессов и формирование определенной модели сбора данных в отчеты. Дальше еще три месяца займет обкатка этих отчетов. В среднем это полгода проект. Со всеми сотрудниками у нас в компании заключено соглашение о неразглашении. Это обязательно. Также доступы в программы разграничены по уровням доступа. То есть у нас есть уровень доступа помощник-бухгалтер, уровень доступа бухгалтер. Ну и плюс, это наша репутация на рынке. Уже 12 лет ни разу не было такого, что сотрудники начали бы разглашать какую-то информацию. 213 112. Телефон компании «Бухгалтеры Я» и первый шаг к тому, чтобы полезные сервисы автоматизации начали работать и на вас. Экономика. В завершении о курсах валют доллар на сегодня 75 рублей 77 копеек. Евро стоит 86 рублей 89 копеек. Ольга Близина. Новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101ФМ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова